Девушки отдыхают Она готовит, это есть невозможно. Если я первый встаю, готовлю, она все сжирает. Брови, знаешь, такие выщипанные, такие люди. И люди говорят, я твоя супруга. Я решил попробовать жениться прямо здесь, не отходя от... А при чем здесь касса? Вот что ты, касса? Где ты кассу тут видел? Касса. Тебе лишь бы выскочить. Касса. Не отходя вот от этой сцены. Давайте так. Знаете эту сказку? Помните, когда у царя было три сына, и он им дал лук, и они запулили луком, помнишь? Это туда, это туда. А третий запулил, попал в лягушку, пришел домой, и она раз, красавица. Сейчас бывает наоборот. Вроде красавица, а придешь домой, такая жаба. Первый раз ты за концерты живился. Да-да. Значит, ребята, лук у меня есть. Как запулю у кого-то, а и моя. Но он тяжелый, крымский, красный, хороший. Давайте так. Женить бы это лотерея, правда? Ты уже свою выиграл, да? Давайте так. Первый ряд. Ребята, первый ряд. Вы называете ряд. Вот вы, мужчина, да? Можно? Вы не обидитесь. Нет. Что я говорю? Вы мужчина, да? Дама. Вы называете место. Хорошо? Кто встанет, та моя. Договорились? Честно? Нормально? Что? Не слышал? Если мужчина, мне все равно, лишь бы человек был хороший. У меня на одном концерте как было? Человек вот с первого ряда говорит. 17-й ряд. Еще место не назвали. Баба такая стоит. Я. Он говорит, я перепутал. 18-й. Она говорит, все равно я. Еще место не назвали. Такое желание у людей, понимаешь? Бабушка одна была. Бабушка. Бабушка. Она, когда место назвали, она. Пойди-то я пойду. Дойду ли? Давай, называй. Все. Как себе. Не спеши, парень. Не спеши. Как себе. Понимаешь? Давай. Ну, ряд. 14-й. Раз. Мам. Поднимите руки. Где 14-й? Мамочка. Вообще ничего приличного. Вообще. Вообще. 14-й ряд. Ну, ты запулил, парень. Ты бы себе тоже в 14-м искал? Дама. Место. Третье. 14-й ряд. Третье место. Она встать не может вообще. Третье место. Там. Встань, солнышко. Доченька, ну, подожди. Тебе рано. Сядь. Давай еще разок. Там совсем уже так. В телевидении показывает. Еще раз. Ряд. Десятый. Все. Десятый ряд. Тут я видел, люди есть. Десятый ряд. Руку подними. Десятый ряд. Место. 18. Десятый ряд, 18 мест. Может, сейчас все. Ну, встань. Судьба моя. Сядь. Вот так каждый ряд, ребята, понимаешь? Каждый ряд. Никогда ничего не получается у меня. Никогда ничего не получается. А я всегда мечтал. Встанет с какого-нибудь вряда, красавица. Встанет вот так вот, чиркнет весничками, обожжет шею руками. И все. И все. И загорится любовь. Правда? А что еще нужно, когда человек любит? А? Что? Деньги. Деньги. А я ей скажу, любимая, 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 я стану знаменитым, я что-нибудь придумаю, такое изобрету, три капли, и все люди будут добрые. Две капли, и мама всегда будет здорова. А я говорю, что ты капаешь на голову, да? Давай смеши, что ты говоришь. Но ведь об этом все мечтали. Помните, как нас, ребята, помните, как нас раньше учили, до этого? Помните, как нас учили? Надо жить так, чтобы каждый день как последний. Надо дышать всеми легкими, надо плыть за горизонт, надо любить самую красивую, надо лететь с самой высокой горы, и дайте лыжи, и с самой высокой горы, откуда не спускалась еще нога человека, душит ветер, жжет снег. И тут камень. Мы все, ребята, споткнулись, и головой так упали до экватора, и оттуда все кричим, доктор, неужели из этого ничего собрать нельзя хоть какого-нибудь человека, пусть уже, пусть шепеляви, хоть как... А встали мы, ребята, совсем другие. Носки кривенькие. Но зато устойчивые. Ручки маленькие, но зато две. Мозг не давит мой размер. С новым мозгом понял, не надо мечтать, жить надо. Не надо любить самую красивую. Ну, красивая ничем не отличается от некрасивой. Ну, подумаешь, у нее глаза чуть-чуть больше, талии чуть-чуть уже, нога чуть-чуть длиннее. Ты ведь свою красивую в кожу, в сапогах, одну вечером не выпустишь, правильно? А я свою ночью в тайгу медведь пальцем не троню. Ребята, давайте считать, что мы только споткнулись, но не разбились. Давайте все-таки жить так, как нас раньше улетали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова